В целом о нашем управлении лесного и огончего хозяйства, так как у нас сегодня уже такие жаркие дни, хоть погода нас немножко балует осадками, но все равно мы уже в полной готовности, речь идет о пожароопасном периоде. В целом управление. В управлении лесного и охотничьего хозяйства имеются два подвижностных предприятия. Это казенное предприятие «Севастопольское лесничество» и автономное предприятие «Севастопольский лесхоз». Казенное предприятие осуществляет контроль и надзор леса. Автономное предприятие выполняет все хозяйственные мероприятия, в которых нуждается наш лес. И в том числе пожарная безопасность, которая ведется, это проводят все мероприятия, автономное предприятие. На территории города Севастополя 34 тысячи гектар леса. Инспекция, которая осуществляет контроль и надзор лесных участков, составляет 35 инспекторов. Получается, в государственной инспекции пожарной, которая осуществляет пожаротушение и надзор 35 человек автомобилей, подготовленных уже по пунктам рассредоточения стоят 7 боевых. И на базе УАЗа мобильные два пожарных модуля. Они оснащены высокого давления насосами и емкость, которая распыливает воду практически туманом. То есть инспектор может оперативно выскочить, где-то какой-то костерчик затушить небольшими силами. В части, касающейся подготовки к пожароопасному периоду, мероприятия, которые были намерены, выполнены, которые были предписаны МЧС, тоже выполнены. Средства, которые тратим мы на подготовку, вернее, тратили перед подготовкой на пожароопасный период и на сегодняшний день выделены с бюджета города. И госзадание было защитою еще в ноябре месяце. Проводились у нас, вы все знаете, недавно большие такие грандиозные учения в районе села Чараречья. По распоряжению Сергея Ивановича был вопрос по укомплектации наших пунктов сосредоточения. Значит, было доложено, что укомплектовано. Он задал вопрос, в части, касающийся, сколько мы сможем обеспечить людей, привлеченных, если будет какой-то большой пожар. Мы объяснили, что у нас есть лопаты, есть хлопушки пожарные. По его распоряжению сейчас будет закупаться еще 250 трансовых опрыскивателей. Это труднодоступные места, где у нас техника не может пройти. У нас, нашими сотрудниками и сотрудниками МЧС всегда используется такой трансовый опрыскиватель. Так что мы сейчас закупим еще 250 трансовых опрыскивателей, потому что у нас часто привлекаются казаки, общественность. Это вот так вкратце, что касается пожарной безопасности в лесах, такого курортного сезона. Нашим отдыхающим и гостям уделять, конечно, внимание, когда отдыхают в лесу. Не только на то место, где сами отдыхают. Зачастую вот там мы видели, там уже дым, 15 минут уже там дымит, что-то там. Ну и как бы мы не могли подумать, что пожар. Так что огромная просьба. На самом деле у нас по статистике, наверное, 80% именно такого. Ну, не всегда будем говорить 100%, что пожар. Ну, много информации на самом деле приходит от населения. Вот там дым, там дым. Но все равно у нас наши инспектора, наши пожаротушения службы везде где-то находятся. То есть 5 минут переехали, посмотрели. То есть просьба не игнорировать любой дым, какое-то возгорание. А возле дороги там или кажется, что там кто-то что-то жгет. Ну, звоните, ничего страшного, никто за это никого не наругает. Наша оперативная служба круглосуточная, оперативная служба МЧС круглосуточная, оперативная служба МВД тоже круглосуточная. То есть огромная просьба гражданам, чтобы просто как-то так относились как за свое. И это нам очень помогает. На первых минутах, как правило, практически маленькие ущербы. Когда уже 15 минут, это уже намного сложнее все. Редактор субтитров А.Семкин